Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать яркий летний браслет из атласных лент. Для работы нам понадобятся ножницы, зажигалка и две атласных ленты шириной 1 см и длиной 1 м. Любых двух цветов, которые вам понравятся. Для начала мы берем две атласных ленты и теперь должны сделать красивые края у каждой из них. Для этого мне понадобятся ножницы и зажигалка. Я обрезаю под углом концы каждой ленты и опаливаю концы с помощью зажигалки для того, чтобы они не распустились в процессе носки. После этого я их соединяю и отступаю от края примерно 8-10 см и завязываю их на узел. Теперь мы можем приступить к работе. Я беру зеленую ленту и делаю небольшую петлю. Желтую ленту я кладу в сторону, лицевой стороной, оборачивая ее вокруг зеленой, делая опять же петлю и просовывая ее через зеленую. После этого зеленую мы можем немного затянуть. Затягиваем мы до тех пор, пока та петля, которая внутри, остается целой. Главное ее не сжимать, иначе изделие получится не таким красивым. Дальше продолжаем работу так до самого конца, на нужную нам длину. Я просовываю зеленую через желтую и желтую петлю затягиваю. Опять же желтую. Обратите внимание, каждый раз вы должны делать так, чтобы желтый и зеленый оставались лицевой стороной к вам. Просунула желтую, а зеленую я затянула. И мы продолжаем так плести до нужной нам длины. Итак, мы спрели нужную для нас длину. Можно померить по руке. И теперь мне нужно завязать конец. Для того, чтобы не было лишних углов, смотрите, я закончила на зеленой петле, поэтому я беру желтую, но уже не делая петлю, а просто просовываю ее через зеленую петлю. И тяну на себя. Одну петлю и вторую. И получила вот такой маленький узелок. Опять же, я их свяжу вместе. И делаю с концами то же самое, что делала в самом начале. Я должна их, во-первых, выровнять, чтобы они были одинаковыми. И опалю к концу с помощью зажигалки. Вот такой яркий летний браслет у нас получился. Для его изготовления мы не потратили много средств и не потратили много времени. Спасибо за внимание. Пусть ваше лето будет таким же ярким.